это радио смуз здравствуйте дорогие и я карина гришина приветствую вас на территории лайфа знаете друзья мои сегодня мне очень повезло у меня в гостях совершенно потрясающая женщина яркая талантливая актриса она ведет еще технику речи ее зовут аня зайковская здравствуйте да мы с они познакомились между прочим в первой школе радио телевидения и вы знаете я сразу же в нее влюбилась так уж получилось и я сегодня хочу а не завалить конечно же вопросами очень интересными чтобы удивить вас поразить вас чтобы вы просто не оставили нас и смотрели до конца смотрели слушали и были с нами рядом вы знаете в общем то вопросы будут может быть где-то довольно таки обычные а где-то они будут интересные я бы хотела вот они спросить анечка расскажи пожалуйста в какой момент вообще почувствовала что вот в тебе проснулась актерское мастерство это действительно хочешь свою жизнь связать именно с этим делом это произошло в германии так уже интересно мне было тогда три года так и я скакала по ковру как сейчас помню скакала по периметру ковра и сказал я буду артистка все дальше просто не было не было выбора у родителей многие сопротивлялись но конечно да слушай а получается это какое-то количество людей слышала вообще что ты вот действительно решила то есть это произошло так рано и уже так уверенно они слышали это папа с мамой были да я не думаю что они придали какое-то значение этим словам вот но скажи пожалуйста как ты думаешь вообще актрисы может стать любой человек или это дело избранных ты знаешь я думаю что стать может любой человек но вот закрепиться в этой профессии очень сложно то есть закрепиться в убеждении проходя все преграды и сложности закрепиться сказать я да вот пройдя все это я останусь в этой профессии это действительно сложно просто на самом деле я считаю сколько я видел вообще ну вот кто видел например до этого и слушал наш наш выпуск да все наверное уже поняли что я фанат актеров я очень уважаю этот труд сама бы я никогда не полезла в эту всю историю хотя у меня были да там и съемки в клипах и так далее и какие-то миниатюрки совершенно но скажем так это труд определенных людей не каждому не каждому под силу это все вынести потому что это связь связываешь себя с людьми ведь на полный ты отдаешь очень много энергии это во-первых связь с людьми во вторых это безмерная должна быть трудоспособность трудолюбие и несмотря ни на какие жизненные обстоятельства будь то болезнь я не знаю вот я сейчас скажу наверно страшную вещь даже не на смерть близких когда у меня в свое время только были жизненные какие-то обстоятельства через которые вот я сейчас смотрю сквозь года да и думаю вот какая любовь к своему делу могла меня заставить все-таки выходить на сцену а были такие моменты когда вот очень тяжело это все равно делала конечно да ну я даже не сомневаюсь ты просто сама такой сильный человек поэтому я думаю что вот именно такие люди сильные которые волевые вот актер это прежде всего воля это кто-то сказал из великих я забыл даже согласна согласна действительно так кстати у нас видите такой уже накал пошел мы затронули затронули очень такие вопросы действительно серьезные даже не только все хихиха кто-то думает что это все очень просто да там вот вышел что подергался и все хорошо на самом деле это действительно выкладка тадеш кусок своей души просто вот не только души физически выкладываешься по полной программе конечно и чтобы чуть расслабить обстановку бы хотела вам сказать друзья мои что сегодня так у нас преддверили новый год мы вообще-то здесь пьем шампанское едим шоколад в наглую и еще так как у нас радио неформальная очень мне тоже можно задавать вопросы то есть у нас не просто да у нас такая беседа джинь мы чокнемся и за вас выпьем дорогие мои любимые слушатели ваше здоровье все прекрасно и так вы знаете на самом деле я вот знаю что аня еще ведет проект моно есенин расскажи пожалуйста потому что это очень интересно хотелось бы прям позвать людей сама я не видела ни разу но обещаю что в январе приду обещаю тебе в январе я беру с тебя слово что в январе при всех в прямом эфире с меня берут слово что я приеду 24 января культурный центр зил 1900 моно есенин я тебя жду и вас дорогие зрители я тоже приглашаю прекрасно я обещаю вот сейчас я при всех пообещала и я должна сдержать свое слово при любых обстоятельствах я буду с тобой на спектакле да расскажи про ну он есенин это мое как сказать мой сыночек мои мои дети дети серьезно потому что вот этот спектакль родился в самый наверное трудный и самый счастливый период моей жизни как это и бывает на самом деле сколько счастья да столько у него ходит и сложно и честно я никогда не думала что этот проект выйдет на большую сцену то есть это было в моих мечтах мы с пашкой голубевым с моим любимым мальчиком я его безумно люблю это режиссер нашего спектакля мы с ним и еще еще с одним молодым человеком мы просто читали он читал есенина мы читали воспоминания о есенине и все это было просто в такой неформальной обстановке как говорила моя одна знакомая под бульканье кальяна да и мы читали и мечтали на вида пашка точно мечтал я знаю у меня не знаю не было так не было такого в голове сша может быть ты стала катализатором просто мечты может быть ты вот вот если бы тебя не было в этой ситуации ты думаешь это бы все произошло может быть как-то вот именно твое присутствие просто спровоцировала данную ситуацию может быть я мне очень хотелось бы в это верить но я знаю что вот нас сейчас в проекте четыре человека так я пашка голубев режиссер наши главные а главный актер виталик васильев он у нас читает все мужские воспоминания и на трубе играет и никита ось никита забыла у никита павлов вот мы а про что был вопрос я забыл я просто на эту тему могу разговаривать сколько угодно я настолько я настолько люблю это дело я настолько люблю это даже делом не назвать как-то это вот понимаешь это вид это жизнь вот моно на данный момент это моя жизнь у меня там мои мысли мне ночью я могу вот сидеть о чем-то думать и думаю как вот с барабаном мы пригласили барабанщика и я говорю слушай-ка голубев нам нужны барабаны это пришло мне просто вот ночью ты потому что ты этим живешь потому что ты веришь и ты дышишь этим и без этого невозможно это часть твоей жизни в любом случае сейчас на гастроли собираемся не скажу куда но это а ты знаешь по моему я знаю что ты после моего эфира я тебя сажаю на машину ты уезжаешь от меня почему-то господи очень жаль на самом деле я хочу сейчас увести нас на небольшую паузу и так как у нас скоро все-таки новый год послушаем елку господа ой пашка ты тоже лучший знаешь как я тебя люблю вот слышишь у меня с голосом да мы сейчас кстати уже вернемся ну вот нам поставят прекрасную музыку чуть позже ну нам ее сюда поставят обязательно так раз вернемся возвращаемся дорогие радиослушатели это радио смуз и я а по-прежнему карина гришина ведущая на территории лайфа приветствую вас и в гостях у меня анна зайковская мы продолжаем нашу в общем-то беседу такую не не навязчивую не бы хотелось у анечки спросить были ли у тебя когда-то такие моменты вот например в ролях о которых ты жалеешь или ролик о которых тебе может быть где-то неловко или не было такого не было такого здорово на самом деле очень часто вот насколько я слышала все таки все таки бывают такие ситуации где действительно актер сыграл и хочет вернуть время назад то есть не было таких вообще историй нет так хорошо ты знаешь я могу сказать так у меня были ситуации когда ведь театр это дело коллективное конечно и ты зачастую зависишь от своего партнера меня была такая история так один раз я ты наверное не знаешь я кроме того что драматическая актриса я еще актриса театра кукол первая моя роль когда я приехала в москву приехала я в москву по приглашению московского областного театра кукол так и первая моя роль была ежик в тумане я играла ежика в тумане боже как ты на него похожи я бы никогда не сказала вы понимаете вообще похожи ли аня мне кажется нет ты похожи на белоснежку да это на снежную королеву белоснежка брюнет снежную королеву мне не дали глупцы и значит новогодние елки а как известно как знают актеры до новогодние елки это такой водоворот просто спектаклей где ты не успеваешь опомниться и режиссеры постановщики этого спектакля они берегли мой голос и сказали давай так где ты прекрасно поешь но давай ты будешь вот под фонограмму иначе ты подпу сорвешь голос ты открывал рот слушай дальше так интересно я или на елку значит я играю ежика и тут сцена где начинается у ежика песня и я понимаю что звукорежиссеры включили не плюс а минус ай-яй-яй-яй и как-то выкручивался и я сочинила такую песенку ежика боже мой что ты на ходу сочиняла на ходу сочиняла вот это да вот это талантище у меня не понимаешь это был такой стресс я помню это как сейчас это такой стресс и значит там по сцене я бегу между елочек ежик бежит между елочек и должна звучать песенка что-то значит я начинаю значит что-то но ты знаешь ничего я думаю что это было гениально ну про то что я бегу о чем-то думаю что там в общем как как что вижу то пою здорово кстати только определенный типаж человека может вот так вот делать и вот так вот поступать что вижу то и пою что хочу то и говорю что делаю да в общем то это круто знаешь и вер если возвращаться к моно есенину да то вот мои мальчики наверное и им нужно сказать огромное спасибо за это за то что они терпят тебя за то что я говорю то что думать всегда но ты знаешь зато я всегда им говорю ребят если я замолчу вы можете как бы гасить свет не для себя понять да что свет можно уже гасить в общем то да а кстати ты вот как думаешь вообще вот женщина в мире мужчины да вот ну получать что как раз именно тебя это очень в прямую может коснуться ты вот в мире мужчин да ты работаешь в мужском коллективе как женщине справляться ведь очень многие путают путают берега не видят их и считают что вот они супер сильные а мужик так но есть конечно и такие на самом-то деле мы же с тобой знаем что почем ты знаешь я наверное признаюсь тебе что я когда-то сама была такой и мне к мне хотелось все время что-то доказывать что-то кому-то в общем ерунда все это женщина должна знать свое место это мое уж теперь глубокое убеждение и работа в коллективе меня воспитывает еще больше в этом плане а как твой муж относится к тому что ты работаешь с мужчинами не ревнует тебя ревнует ревнует я по глазам заметила мой муж настолько мудрый человек что ему хватает мудрости запросите за тавтологию это не показывать то есть я уверена что он меня ревнует но он переживает это где-то внутри ну и к тому же мои мальчики очень хорошо к нему относятся и он к ним тоже спустя время пришло нужно пришлось на привыкнуть но я могу сказать что слава футболу ахат слушать есть какая-то история я прям до ству расскажи пожалуйста историю что произошло причем здесь футбол давай давай уже уже не развернуть назад я уже затронула давай придется рассказать свое время когда моно есенин был занимал 90 процентов моего времени я могла с репетиции взрослого скажи пожалуйста вы на работе был так мне это что ну 90 процентов времени это они съедали твой сон насколько ты там находилась максимально давно я сейчас не могу тебе сказать много вот и просто пашка голубев говорит слушай твой любит футбол я люблю футбол сейчас к тебе приеду мы с твоим будем смотреть футбол ситуация да честно да круто ну то есть вот футбол ребята спартак простите чемпион хотя я сейчас всех разорвут люди которые против спартака нет я вообще в этом плане не я я могу могу сказать что есть русский футбол и есть футбол просто я не понимаю мужчин когда их команда проигрывает 7-0 продолжать до нее болеть это выше моего сознания это высший мазохизм друзья это высший мазохизм конечно а сейчас я хочу еще разочек вас увести на нашу музыкальную паузу и послушать композицию си так что чуть-чуть сейчас отдохнем отдохнем и продолжу сам на камеры а вот она переворачивает у меня кстати местами я знаю что в прямых эфирах потом он сохраняется да и можно будет мне его отправить например я думаю что отсюда смотри сколько кстати там комментарии какие-то а вот здесь ты посмотри это кстати это наш новый паблик привет ребятки вот это наш новый паблик вот он такой классный и там много всего интересного вот и кстати они они думают что это я его делаю ребята я кстати не правлю этим пабликом на всякий случай знаете это и запоминайте просто вот вы меня будете здесь часто видеть и я буду вас вот прям вам сердечки посылать любить вас вот прям максимально любить с любовью меня всегда кстати каринка по-другому не умеет вообще никак я сразу всех люблю а вот здесь я прям брюнец как наушники давай еще раз одевай как раз сейчас ты оденешься мы продолжим готова да прекрасно прекрасно дорогие друзья мы возвращаемся с нашей прекрасной музыкальной паузы напоминаю что мы на радио смуз я вас приветствую с территории лайфа меня зовут карина гришина я думаю вы уже хорошо запомнили и у меня в гостях анечка зайковская с прекрасным с прекрасным еще раз здравствуйте прекрасная фамилия обожаю фамилию они у меня к тебе такой вопрос мы на самом деле здесь продвигаем идею plus size очень глубоко так ты знаешь я сама модель в размере плюс уже последние боже мой почти 8 лет точно очень долго в общем то мне интересен такой момент ведь ты тоже за рамках девяносто шестьдесят девяносто слава богу что я за рамками знаешь вот я больше всего не спите на костях мужчины там неудобно не вижу слова рамки ура рамки критерии вот это вот понимаешь берега 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 это тот любимый песня моему папу ай-яй-яй как все сегодня сходится да поэтому нет никаких рамок никаких критерий вообще мне кажется ты ешь после шести я ем тогда когда могу есть представляете как приятно пригласить женщину на ужин в ресторан и она там поезд они попьет водички как все думают ты знаешь мне кажется что это все зависит от твоей внутренней вот наполненности вот я когда работаю и ем после восьми девяти десяти я не поправляюсь потому что я поправляюсь от лени вот если я позволяю себе лениться это первый признак того что плюс три четыре пять килограмм есть слушайте слушайте и еще возвращаясь к ману есенину я хочу сказать спасибо моему пашке голубеву за то что он меня очень сильно мотивирует он кстати наверное не знает об этом да да он и он как-то мне очень грамотно вот все это объяснил что нужно делать для того чтобы твоя жизнь не зависела от каких-то не знаю сантиметров до наталья так права бедрах я где-то еще очень правильно питание неважно во сколько она гра главное правильное да и спорт а еще секс конечно желательно без него никак вот кстати многие женщины отказывают себе в этом я тебе серьезно или в сексе и в этом и в этом представляешь какой кошмар кстати они пропагандируют допустим если зайдешь в социальную сеть например ты увидишь кучу там сексуальных фотографий они там все свои прелести выставляют на показ но удовольствие реального они не получают когда его нужно получить ну мне кажется это кстати отдельная тема для разговора очень глубокая так как у меня одно все-таки из образования психологического для меня это действительно интересный вопрос и я считаю что очень много разных моментов это и из детства в том числе происходит у людей кстати да насколько они себе позволяют действительно жить вот и насколько они преподносят свою жизнь с другой планки с которой как будто бы они думают что будет лучше вот ты знаешь себя не стоит обманывать такая история тоже почему-то вот я говорю ты меня на ассоциации какие-то даже слушай я ежика в тумане вспомнила в свое время будучи маленькой я наверно да я спросила маму я говорю мам я красивая так и вот тут начинается самое интересное что же что мама сказала ты знаешь уже неправильно ты не красивая но ты красивая безумно обаятельная сказала мама говорит красота имеет свойство проходить заканчиваться бывают разные жизненные ситуации когда красота как мы за красота увядает да есть такое обаяние оно всегда действует только вперед и вверх я с тобой согласна у красоты нет нет такого вектора то есть если вот если ты заметила что есть вот женщины которые не особо такие вот милен фармер например вот сара джессика паркер обожаю ее да хотела безмерно быть на нее все скажите пожалуйста кто вообще скажет что эти женщины некрасивые никто никогда это не скажет потому что у них внутри внутри вулкан да какой вулкан мне кажется если говорить про именно про красоту про сексуальность про привлекательность для мужчины то ну не этим не не длиной ног и не размером попа размером попа а вот хорошо а моника белуччи она же вообще вот во первых что про нее можно сказать она слушай я в свое время помню когда я по моему моника она же брилась на лысо нет бритни спирс нет и не бритни спирс темно она тоже вот сейчас тебе точно не скажу очень коротко стриглась анжелина жали очень коротко вот я я помню я у меня был в театральном институте когда я из блондинки перекрасилась резко в брюнетку а потом я говорю мам хочу на лысо у меня тоже был такой мама говорит кому ты там хочешь подражать и мне кажется что это важно вот есть такие женщины на которых ты хочешь вот подражать да но вот здесь самое главное не перейти грань согласно должно быть свое абсолютно вот твоя личная индивидуальность плюс вот все равно знаешь у меня был замечательный педагог по музыкальным ученикам я же еще и пианистка понимаешь у меня такой человек и жнец и чти на трубе да и он говорил когда я только начала пробовать сочинять музыку мне говорил что все великие композиторы начинают с подражания то есть у них должен должен быть должен быть какой-то ориентир в актерстве это уже который раз слышу но вот для простых смертных они не принимайте мои слова никто ни в коем случае себе на счет это мои такие шуточки злобные дело в том что я считаю что ты никогда не станешь другим человеком а если ты например очень сильно вживаешься роль то ты и собой никогда не останешься вот тут очень тонкая такая грань вот давай знаешь так вот порассуждаем с тобой на эту тему потому что это очень интересная нервничная вживаясь в роль ты в роль преподносишь в себя пригодишь еще не на они наоборот да 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 они в себя берешь черты другого другого персонажа согласно и так и тогда вот этот момент гениальности он как знаешь есть аста бендер и люди спорят а кто же его гениальность сыграл да точно то шерлок холмс опять же кто его гениальность сыграл а здесь мне кажется что даже не от режиссера больше зависит а от величины актера который берет его подача его его любовь к тому что он делает его профессионал его профессионализм действительно ну кстати вот смотри по поводу профессионализма это какие-то вот моменты срок годности скажем так должен какой-то пройти то есть какой-то срок по времени или это изначально вот есть люди которые как самородки да если же которые так или так дуально по-разному то есть никаких нет правил вот у меня момент я считаю мой а кстати я не с первого раза поступила в театральный так рассказывай давай я не поступила в москву чему безумно рада где ты училась я училась ярославля в театральном вы слышите как в жизни бывает и я могу сказать что действительно я получила такую школу который я наверное такой школы я может быть получила бы другую но я не был и я не получила бы ее в москве потому что получила то что тебе нужно было вот но я ты знаешь как я плакала и когда я это было такое для меня прям горе-горестное я не поступила в москву для меня москва я поняла и было бы а вот понимаешь это все в голове все в голове а потом когда этот клуб клубок начал начал распутываться он начал вот эти события люди и подруги друзья первый мой муж кстати тебя было несколько до рак да да так я чувствую что у нас будет с тобой не одна тема мы должны обязательно будем вот в совершенно еще 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 один эфир обязательно да уже про отношения потому что это крайне интересно и женской и я уверена что и мужской аудитории потому что вы сто процентов вот слушайте да и думаете как же они выглядят и но те кто например смотрит нас сейчас прямом эфире потому что мы выходим мы такие видите многофункциональны мы сейчас кстати выходим в прямой эфир в несколько пабликов сразу и нас можно найти нас можно посмотреть пожалуйста мы пьем шампанское да мы пьем шампанское кариночка за тебя спасибо большое я очень рада что ты сегодня просто пришла ко мне это так приятно и у меня всегда будут самые интересные гости и тех кого я безумно люблю будут по второму третьему разу обязательно я обещаю я тебе обещаю а еще я без обещаю что наш моноисеян к тебе тоже в гости придет прекрасно представляете какая честь я вот всегда знала что я отличаюсь отличаюсь от простых смертных раз со мной актер дружит почему я безумно рада кстати мне вот интересен еще такой момент были у тебя например какие-то может быть постельные сцены до были рассказывай как муж относится было лет до этого это было до него вот это было до второго мужа скажем так но во время первого второго я понимаю последний заключительный проект естественно конечно это мой это это моя душа это моя жизнь это это мое все мы это моя семья я подсматриваю ваши фотографии у тебя в инстаграме и я вижу насколько да нельзя делать никаких выводов по фото но там страсть да да ну ты знаешь это наверное сколько вы вместе лет мы вместе июля 2018 года будет три года это прекрасно кстати три года ну вот я сейчас опять начинаю все свои вот эти психологические наблюдения чего со мной и со мной и с собой я не могу и не хочу делать три года в отношениях самые сложные вот есть рубежи берега ты знаешь мы пережили все сложные в первом году это прекрасно что ты делаешь вот я о чем хочу сказать и если в трех вы сейчас находите вот в этом рубеже три года и все так хорошо это настолько прекрасно что будет дальше только знаешь я могу сказать что я держится на я вообще за то чтобы женщина была занята вот когда женщина занята все хорошо все прекрасно а но здесь тоже тонкая грань главное про любимого мужчину не забывать чтобы он чувствовал вот эту заботу но не перегружать нельзя да потому что вот я по себе знаю что я могу у меня знаешь мы для этого кошку завели для тисканье вот чтобы мужу не не как сказать его не перегружать свои он уходит общаться с кошкой да и на нет 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 так рассказывай он говорит если вот перетискаешь вот вот тебе кошку и ей занимайся это релакс это релакс правильно кстати домашние животные очень разряжают обстановку это действительно крайне полезно у меня раскрывая все тайны открывая все карты даже цветы со мной очень сложно же жеваются я забываю про них конкретно у меня был цветок когда-то мне подарил мне подарил подарил родственник скажем так и я его называла долгое время дункан макклаут потому что он простите никак не подыхал я его забывала поливать от него вот такая вот какая-то штука такая непонятная отрастала груду дункан макклаут когда что уже вообще уйдешь мир иной а он а он никак нет слушай ты знаешь я я столько колонхоя загубила мне раньше у меня муж дарил колонхоя разных цветов так но я думала что это у меня что-то с энергетикой то что они дохнут оказалось я просто за ними не слушай расскажи пожалуйста раз мы затронули тему энергетики когда-нибудь обращалась к астрологам да лигода у меня есть свой астролог серьезно ты со мной поделишься обязательно ты знаешь на самом деле я верю в это и верю в магию энергии кстати вот если говорить о женском обаянии да так то что это не то это то же самое что энергия какого качества у тебя энергии какого она цвета кстати я тебе еще больше скажу я в детстве когда я была маленькая лечила руками я верю в это потому что от они сходят вот даже сейчас на самом деле от нее сходит вот такое тепло именно я вот его чувствую я думаю что каждый находясь с тобой чувствует может быть что-то разное я здесь физически могу почувствовать так что завидуйте мне все вот поэтому какое качество у тебя энергии что ты несешь в этот мир да ты может быть даже ничего и не делаешь то физически но твои мысли они формируют твою внутренние согласно полностью это знаешь даже в актерском тренинге есть такое антон олег павлович табаков называет это чувствилище да кто-то как ну какое слово чувствилище себя речево потому что все-таки мой конек это голос это голос и если ты разогрел голос значит это 90 процентов успеха это губы это все актеры знают а ты разминаешь вот так вот лицо себе вот там нет 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 если ты видишь у меня щеки не вот поэтому нет это мычание то есть этот звук низкий да и я это называется развучивание я разогреваю резонаторы которые находятся у нас на лбу в грудной клетке слышала к не нужно прийти они покажись поближе да вот к не нужно обязательно прийти потому что это просто настолько мощно будет я прям уверена в этом и за качество отвечаю своим именем в первую очередь а мне кстати девчонки говорили которым я записывала тренинг на видео они говорят что тебя даже через видео идет энергетика вот я говорю неужели да в общем и разогрев свои резонаторы да ты просто настраиваешься психи психофизически так да то есть есть такое упражнение нам его презентовала в свое время людмила анатольевна совчук это мой мастер называется он электрический ток так и что ты делаешь ты от ног от кончиков пальцев ног до макушки ты начинаешь вот как как будто будут по твоему телу и бежит электрический ток как начинать начинаются такие наши круто вот и вот в перерыве попробуешь сделать и поверь ты поймешь ты почувствуешь не по не поверишь и не поймешь а почувствуешь вот мне сегодня крайне повезло я сейчас еще и упражнение буду делать так что дорогие мои я просто вас всех настраиваю и привлекаю прийти к нам мы обязательно сделаем анонс и проведем всю эту историю потому что это не должен упустить никто не одни уши и не одни руки это все должны увидеть и почувствовать поэтому welcome ты можешь про которого скоро обязательно да вот это упражнение сделать достаточно буквально три минуты ты вот мы сейчас мы с тобой сделаем поменьше его да но ты почувствуешь как это это настолько сильный прилив энергии именно вот конечностям почему потому что именно конечности выпускают эту самую энергию у нас самые кстати вот тебе вопрос ты просил задавать вопрос конечно за давай какой у ну может можно сказать у актеров ну давай обобщим у людей самый эмоциональный член тела я знаю что это не член тела на самом деле я знаю что это это где-то либо живот либо это вот чуть ли не кишечник нет нет потому что я слышал что через него вот я же не сказал орган я именно здесь я подобрала слово член тела на самом деле это руки потому что это что да вот если ты разогреешь руки то есть ты можешь сказать что у тебя уже эмоционально ты сконцентрировался вот знаешь есть такой потирание до рук потирание рук это горит чем-то да это говорит о том что человек аккумулирует свою энергию для чего-то для броска для для высказывания да или еще я поняла я сейчас вспомнила упражнения с которым мы делали в первой школе радио телевидения когда учились там мы кстати же с вами напоминаем мы с ним вместе учились и мы делали словом и выбрасывали его руками опять же почему конечно вот мне кстати в свое время говорили что я через через чур сильно много жестикулирую я понимаю тебя на сто процентов а почему потому что внутри много словарный запас был не настолько разве да теперь я пытаюсь все-таки жечь сердца словом руками можно разорвать в клочья слушай мне уже не терпится сделать это упражнение поэтому сейчас уходим на паузу и послушаем бурида прикольно серьезно если ты его даже вот так вот встанешь и просто вот смотри я вижу меня это ногами просто поделать не дам видно слушай да я прям чувство а главное просто расслабиться это это то это полностью ты через все тело до пускай там я зал к пошло все полность да круто ты ты ведь проведешь у нас да мы сделаем давай проблем вообще вот именно именно по энергетике как себя зажечь как камни тут есть один один человек который очень мы сейчас с ним просто разговариваем он очень хочет прийти ко мне на эфир и я буду выбрать на буду выбрать на такие темы этом откровенные на разные ему нужно вытаскивать голос кстати вам вытащить именно вытаскивание голоса я тебе я он должен был сегодня посмотреть приехали не смог почему это очень такая серьезная тема и вот есть люди которых типа не могут никак вытащить голос я говорю займитесь вот я хотела просто по грамотне как-то сказать именно через секс высвобождается сейчас об этом поговорим кстати итак друзья мои мы возвращаемся послушаем и послушали мы бурита нам очень хорошо после композиции я напоминаю что мы находимся на радио смуз и на территории лайфа с вами по-прежнему карина гришина а в гостях у меня по-прежнему анна зайковская здравствуйте да еще раз итак мы продолжим я сделала упражнение в перерывчике под буритом пока мы слушали и я вам могу сказать что даже начиная чуть-чуть с ног уже пошла вибрация по всем понятное дело что тут нужно разогреться расслабиться и опустить себя тогда все получится а не скажи пожалуйста такой момент вот веришь ли ты то что у человека нет голоса и он не может я вот считаю все таки что ты сейчас подтвердишь просто я вот прям уверена что из каждого человека можно вытащить красивый голос и я знаю что правда сразу второго опуска вытравится большинство голоса абсолютно даже если я сначала во второе отвечу именно про женские голоса я знаю точно что высокие женские голоса вызывают у мужчин инфаркт и инфиды они плохо влияют на данную сердечную листку и на сосудок да вот сейчас они меня буквально погладила по всем местам по которым только могла мне крайне приятно и мне еще вот интересно я же продолжаю же не вообще никогда не остановлюсь мне вот интересно еще такой вопрос чувствуешь ли ты в себе вот у тебя уже такой путь сколько ты вообще занимаешься актерской карьерой вот всей вот ну вот от и до сколько у тебя стаж так сказать твоей работы тебе по трудовой мне по правде по жизни трех лет вау смотри у меня очень долго это скажем так на сцене я действительно с трех лет то есть первый мой выход это был на сцену костромской областной государственной филармонии да я я пианистка же она меня сейчас сердце поражает вот заняла я там какое-то значит почетное третье или второе место на кстати ты знаешь у меня не я никогда в конкурсах не занимала первые места а и чё страшно вот ты знаешь и очень сильно раньше по этому поводу переживала а потом как-то ну и что правильно вообще вообще но все равно а ты звезда я да вот с трех четырех лет да то есть больше это работа знаете талант в длиной в жизнь можно про тебя так сказать понимаешь что происходит у тебя твоя вот вся вот эта история актерская до театральная длиной в жизнь но я надеюсь что еще продолжить ну конечно знаешь мы с тобой еще лет через 30 будем сидеть и похохатывать например ты знаешь вот кстати если возвращаться к астрологу да то мне мой астролог сказал что у меня только в 36 лет начнется взлет профессионал именно и вот кстати я не была с знакома она мне сказала что у меня вся натальная карта натальная натальная карта пронизана актерством то что я бы вот во 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 всех своих проявлениях я актриса то есть вот так интересно значит астролога то вы знаете что я подумала так слава богу что мне не грозит никаким местом офисных работа то есть вот даже даже по звездам не это не светит это слава богу потому что у меня был не однократный момент в жизни когда да были такие действительно истории я возвращал я приходила именно да действительно было такое что в офисе работала и я тоже работала официантка ничего страшного кстати вот вы понимаете в чем дело можно заниматься творчеством да бывает же вот падение какие-то хочешь я тебе прости что я теперь ребенок это такая история хочу чтобы ты рассказала про эту работу правда как мы именно к этому и веду давай я пришла устраиваться на работу официанткой потому что мне нужны деньги были еще вчера вот как бы я думала куда мне пойти поработать чтобы мне уже сразу заплатили и я там с моим домом открыли бар ресторан так и я такая это зашья принарядилась мне тогда было черная кара вот такой вот я пошла надела красное платье какой-то фильме каблучки в кожаная курточка у меня была и значит главный менеджер значит меня усадил устраивать заполнять акету и он потом мне сказал что я была единственным человеком который с двумя высшими образованиями пришла устраиваться серьезный подход такое когда он посмотрел образование а ярославский театральный институт он такой ну что ж устроим из нашего ресторана я сказал мне дальше больше я ему говорю а нет он спрашивает у вас есть опыт работы я говорю конечно во всем многофункционально после этого первый рабочий день когда выяснилось что опыта у меня нет он говорит анечка прости пожалуйста но опыт работы где я говорю подожди я в кино официантку играть вот это да вы видите вообще это нужно просто ты берешь жизнь за горло постоянно да вот и дальше проработав там два месяца так познакомившись там со своим будущим супругом все там произошло вот это да когда меня хотели назначить старшей официанткой и заведующей чего-то там не знаю я им сказала говорю извините собственно говоря там и родился мон и есенин когда я работал официант все произошло там значит это была судьба просто бывают до моменты и я сказал извините у меня спектакль простите пожалуйста но у меня потом мне этот же менеджер сказал он говорит ань ты единственный человек который уволняется с такой формулировка извините у меня спектакль экзотический фрукт у меня сегодня на зайковская в гостях просто это счастье какое-то слушай слушаем вот еще такой момент вот получается что у тебя такая работа просто длиной в жизнь а вот появилась появилась ли желание когда оно появился что я знаю что оно есть делиться своим опытом и отдавать его в мир потому что это следующая стадия как обычно до развития человека а давай тебе скажу что у меня была не стадия у меня как-то все это параллельно преподавать и начала вот сейчас только вот правильно меня пойми в 12 лет 12 лет я зарабатывала уже преподаванием день это уникум я спускал это было ты знаешь это было кстати ко мне люди сами приходили поскольку я уже была лауреатом каких-то там конкурсов музыкальных и бабушка одной соседки девочки маленькой приди моя вообще что-то не не петь не рисовать не играть ничего вот а моей подопечной было года нет лет восемь ей было наверно то есть она не намного меня была младше года на четыре вот и так я зарабатывала свои первые деньги спускавшись с пятого этажа на второй легко сейчас я тоже преподаю и кстати вот ты знаешь этот опыт приходит ко мне сам то есть я не ищу кому бы мне преподавать или отдать свои знания которые так они сами ко мне приходят здорово и из чего я понимаю что это действительно мой путь у меня вообще семья педагогическая слушай то есть тебя мир берет на работу меня мир можно работать и еще еще кстати вот если у меня какой-то материальный кризис так обязательно найдется кто-нибудь кому нужно что-то преподать то есть действительно подтверждает что мир берет на работу кстати друзья мои действительно бывают такие ситуации что вот человеку не идет в руки это значит вот ему нужно ли на перерыв а он хочет ему нужно перерыв сделать отойти от ситуации отпустить обязательно все придет если это ваш если мир действительно хочет ваше знание ваше умение ваш талант все произойдет или вот как мы с тобой встретились первой школе радио телевидения получилось там так что меня пригласили преподавать это просто прекрасно что происходит мне кстати очень приятно не приехала вот на мой показ тогда было было очень приятное тебя взяла вип сразу зону да вот круто это все прекрасно слушай еще у меня такой вот в вопрос может прям закругли закругляемся во первых мне интересно я знаю что ты занимаешься не то что немного но вот у тебя есть в душе и я тебя прекрасно понимаю то что я настолько неравнодушна тоже к этой теме ты занимаешься благотворительностью есть такое есть такое и это недавно совсем пришло в мою жизнь действительно само пришло меня попросили организовать акцию новогоднюю до детскому дому но я же человек который не может одноразово все это сделать и я настолько развела деятельность серьезно что я уже подумаю не подумываю действительно уже думаю и действую чтобы организовать свой благотворительный фонд потому что ну люди которые рядом с нами им нужна наша помощь и это не только деньги это не только деньги это прежде всего не деньги то есть ты можешь просто человеку подарить свою улыбку и свое время и это уже будет для него ценным мы ездили к детишкам в ореховзуевский детский дом что какая-то молодец мы им подарили сказку но на самом деле из-за того что мало времени я же максималистка еще потому что я тебя так понимаю не удалось подготовиться именно так как хотелось бы но но ты знаешь сколько людей откликнулась ты знаешь и когда ты видишь что ты не одна когда тебе вот я никогда просто нужно было поддеть эту тему я никогда не думала что реально какие-то 100 рублей а вот ты думал что 100 рублей это два килограмма бананов а два я серьезно об этом задумалась да конечно а это полкило конфет и можно и дети настолько счастливы дети просто безумно то есть грубо говоря не понимаешь что 100 рублей это не деньги но мне пишут в директ какие-то мам я не знаю этих людей честно они мне пишут мы хотим вам перевести денег мы много не можем а я говорю вы понимаете что 100 рублей это два килограмма бананов и мы и не знаю или полтора килограмма мандарин а дети они они живут и когда ты видишь эти это не передать надо конечно не не хватает слов не настолько вот эти глаза просто давай не будем плакать потому что это очень на самом деле такая тема да и сложная трепетная но кстати к вашим слушателям я обращаю если вдруг кто-то захочет нам помочь у нас целая за неделю вы представляете за неделю организовалась целая команда людей помогал те кто чем может кто машины кто просто детские вещи старые отдал кто килограмм конфет когда он рублей следующий вот 10 января мы же давайте 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 все просто возьмем и поможем где серьезно если вы даже просто купите килограмм конфеты и я вас где-то перехвачу это в метро вы не представьте какая-то будет помощь детям потому что это без не это это такая беднота вот это дети у которых не просто нет ничего надеть или нечего скушать это дети которые не получают маминого слова просто слова человека рядом да а еще прости каринда что я так не конец наоборот я услышала на на них воспитательницы вот честно я готова была просто всех их усыновить и удочерить но нельзя так с детьми разговаривать и вот если есть возможность хотя бы один день своей жизни подарить им я готова это сделать потому что это все да это далеко мы я бы знаешь мы ехали четыре часа туда четыре часа обратно того это когда и мы были там всего час а дети там от трех до семнадцати лет представляете малыши малыши от 3 до 17 3 года это такие малявочки я сама знаю даже что это такое эти маленькие ручки эти глазки это да и не передать давайте давайте вот вот самое в самый главный момент давайте действительно скооперируемся вот всего лишь да там вы можете написать не в директ а на зайковской и действительно кто чем может ко мне люди вот серьезно привозили даже просто три там подарочка они стоят там по 150 рублей а это уже нам действительно легче или килограмм конфет или кто-то мне переводил деньги ты просто серьезно сто рублей слушай-ка я хочу еще сказать спасибо я знаю что меня муж смотрит муж спасибо тебе огромное за терпение потому что когда наш дом стал перевалочным пунктом вещей фруктов и конфет и он действительно со мной все это вместе делал и моя любовь к тебе не знает границ честно я еще раз убедилась в том что ты меня любишь потому что не любящий мужчина такого не питер это точно вы знаете друзья действительно можно просто вот как говорится подари ребенка счастье да это все это чем это очень мало всего лишь маленькую крупицу зато мы можно собрать кстати я тебя приглашаю тоже мы решили с 1 девочка мне сегодня мы так съездили что у меня теперь действительно команда то есть мы так сплотились за время дороги я тебя приглашаю поучаствовать в нашем спектакле мы хотим для детей поставить спектакль я готова я сейчас опять торжественно обещаю что я приду это второе обещание которые нельзя нарушать ни при каких оставить обстоятельствах тем более что у меня тоже настолько большая слабость я тоже как сумасшедшие перечисляю деньги и очень долгое время там вот у нас тоже вот эта вся история дома то есть нас с мужем мы были подключены к прида к определенной ситуации что мы вот тоже приводили постоянно деньги вот в по-моему называлась что-то я сама перевожу деньги и галчонку юля пересил я сейчас не вспомнила матовая тоже я серьезно у меня даже уже стоит напоминалка я сама списывается там просто автоматически да и вот действительно это не это не суммы а когда вас понимать сейчас все подумают что мы пропагандируем сбор денег это просто денег то есть если вы купите сами мне будет легче конечно честно потому что когда у меня муж бедный таскал все эти тюки это очень сложно а действительно каждый купит по 2-3 килограмма конфет все больше ничего делать не надо давай сейчас мы чуть сменим тему потому что она отдельная она немного даже грустная скажем так я хотела бы спросить вот прям буквально два вопроса остается кем ты себя видишь лет через пять вот как мы у тебя план я себя вижу мамой и вижу руководителем детской театральной школы прекрасно мне даже мне ты знаешь у меня есть все для театральной школы у меня есть название если вы когда-нибудь услышите детс название детской театральной школы диагональ это я вы слышите вообще вы сейчас просто вот из первых уст буквально информация это прекрасно и безусловно после моно есенина я себя вижу композитор поскольку моно есенин я не только актриса но еще и композитор вот это вот я верю что через пять лет у меня будет как минимум три диска моей авторской музыки я прям чувствую что я одна из первых послушаю да 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 кстати я у меня уже первый диск практически записан он выйдет в январе следующего года мы в этом году не успели к сожалению мне кажется 2018 год годом просто принесет кучу плодов прекрасных мы ждем этот года очень ждем собак год собаки и так вот прям буквально сейчас последний вопрос остается те кто нас смотрит и слушает наверняка хотят вот есть все-таки люди которые хотели бы заняться актерской карьеры из девочки молодые совсем возможно и с девчонки которым ты будешь приезжать опять же в такие же дома где маленькие детки не будут смотреть на тебя им тоже будет хотеть что-то посоветуешь тем кто хочет но не может или не знает как и вообще никого не слушать правильно знаете что мне в свое время сказала одна педагогиня еще я даже не вспомню сейчас как ее зовут она мне сказал да ты пустая как пробка куда в театральный куда а я у нее что-то было очень плохо она вот такая вот сидела вся в костроме в музыкальном училище понимаешь и просто где она сейчас и где я вот я на радио смуф вот здесь с Кариной Гришиной прекрасно поэтому ой а сколько раз меня пытались отчислить получилось фиг вам вот так как говорил кот матрос мой любимый мальчик кстати все это а вы еще вы знаете что самое интересное у меня столько моих девчонок которых действительно отчислили которые не получили диплом а есть у меня еще один знакомый сашка барышников он до сих пор не забрал свой из вуза диплом поэтому никому не интересен ваш диплом никому не интересен ваш вот этот вот что интересно сам человек вот сам человек что вы говорите как вы говорите и вообще кому вы это говорите так хочется еще развить вот эту тему вот прям очень каришка мне в кострому сегодня мы прям должны сейчас срочно закруглиться в конец мы вам обязательно поставим леник равится без вариантов мы его очень любим и я в общем то напоминаю что у нас сегодня на смуз радио было прекрасная беседа с саней зайковской я карина гришина жду вас очень скоро на территории лайфа мы последний раз поднимаем бокал за вас и с наступающим вас новым годом дорогие друзья до новых встреч до новых встреч пока пока мне кажется что я опоздаю